Привет, дорогие друзья! Приветствую вас из поселка Витязево. Для тех, кто не в курсе, зовут меня Юрий Азаровский. Если вдруг вы смотрите меня постоянно и случайно выскочил это видео, проверьте, подписаны ли вы на этот канал, на котором сейчас идет видеосюжет. Потому что, может быть, это не основной, на котором у нас бан. Дорогие друзья, мы сегодня находимся в Витязево. Сюда я приехал для того, чтобы сделать перелив вина. Давайте немножко вам покажу, как это было. Пришла пора переливать вино. Смотрите, какой у него рубиновый цвет. Видно, что внизу осадок, и оно абсолютно прозрачное. Сейчас мы избавляемся от осадка, чтобы оно заново не заиграло, и уже все, вино полностью готово. Аромат его открыл. Он невероятный, просто пьянящий. Как это делается? Опускаем в бутылочку трубочку, главное, чтобы до осадки не достать, и начинаем подсасывать. Вот по трубке, вы видите, какой цвет. И в подготовленную тару, помытую чистенькую, сливаем наше вино. Он довольно-таки быстро улетает туда. Шикарная, ребята, работа у виноделов в момент перелива самого важного продукта в жизни. Уже готова вина. Посмотрите, ребятки, какой цвет. Аромат просто фантастика. На вкус это очень похоже на ликер. Колу пьет просто. Полетели, называется. Ну, божжоле, как называют французы, молодое вино. А вас поздравляю с началом весеннего сезона и с корейшим приближением лета. И желаю мира во всем мире от души. Происходило это уже очень давно. Хорошо покушал, поэтому все хорошо, мои дорогие. Сейчас 5 часов вечера. На улице уже плюс 8. Завтра включится северный ветер. Будет еще холоднее. Сейчас я вам предлагаю проехать Витязево на параллелию. Так как у нас сегодня уже полдня идет дождик, посмотреть топит или нет у нас в Витязево параллелию. Поехали. За счет того, что у нас сейчас очень много людей проходит реабилитацию. Те же самые Вагнера говорят, что около 13 гостиниц по всему Анапскому району уже забронировано под них. У нас довольно-таки людно. И все практически зимние торговые точки в этом году зарабатывают гораздо больше. Сейчас мы едем с вами по улице Горького и приближаемся к улице Черноморской, которая нас и приведет непосредственно к параллелию. И с левой стороны у нас магазин Фасолька. Находится вот здесь. Я вам его советую. Самые великолепные цены на мясо и многие другие продукты. Мы в последнее время покупаем мясо именно там. И даже для поездки закупались там мясом. Нам сделали просто нереально классную скидку. За что огромное спасибо этому магазину. Поворачиваем налево. Едем к параллелию. Сегодня поступила такая интересная информация о том, что под Анапо археологи обнаружили неизвестное ранее Палеоозеро. Оно находится за горами. Есть дорога к морю. И там есть такие прям хорошие равнины. И археологи считают, что там проживали как раз-таки люди этого периода. Потому что очень хорошее место расположения. Я с ними в принципе согласен. Действительно место такое очень укромное. И возможно, что это новое, будет интересное место для посещения у нас в Анапе. И мы добрались до параллелию, ребятки. Можем увидеть, что потоки воды стекают непосредственно в сторону параллели. Водичка бежит из той, из той стороны. По сухому перейти, наверное, будет сложновато. Потому что, видите, лужа. Приходится чапать по воде все-таки. Ай! Не хочется мочить ноги. А сейчас справляется вот эта вот ливневая система. Которая и раньше здесь была. Интересно, задействовалась ли новая. На параллелию у нас есть рабочие магазинчики. А новая система у нас, смотрю, там забилась бутылками. День добрый! Да! Смотрите, и водичка. И сюда стекает. Вот видите, в ту систему. И здесь. И здесь у нас водичка есть. Самое главное, что она там не задерживается. А вот сюда уже ушла. Значит, что вся эта система, в принципе, запустилась. Тут у нас уже ее заделали. Единственное, что потока не вижу, чтобы, знаете, я такое сходил. Но самое главное, что при таком обильном дожде у нас сейчас на параллели сухо. И каких-то там конкретных катаклизмов мы, в принципе, не видим. Также можно увидеть, что здесь у нас уже застыпали щебенку. И подготавливают тому, чтобы заровнять бетончиком, сделать все очень красиво. А здесь мы ждем великолепный какой-нибудь фонтан. В предходе самую главную достопримечательность поселка Витязя. Правда, Витя? Вчера ночью мне звонит Артург, говорит, Юра, поехали к Вагнарам. Здравствуйте! Ребята, я вас приветствую. Всех люблю, обнимаю, целую. Всем мира, добра, мир во всем мире. Рад вас всех видеть. Ну, вместе с Юра Заровским. Куда ты собирался, расскажи мне? А куда ты собирался, Юра? К Вагнарам. А, к Вагнарам. Ну да, я думаю, поедем с тобой. Обязательно. Слушай, Артурчик, сколько вообще гостиниц у нас проживает в Вагнаров и Витязева? Ну, на данный момент вот по этой стороне, то, что вот где гостиница Ясон, это есть, 5 гостиниц живут. В Вагнера. Да, ну то, что вот ребята ранены, да. На данный момент 5 гостиниц. Но это на данный момент 5, потому что еще будут. Заключать договора и... Еще будут договора, еще, да. Именно с лифтами, чтобы все было. А это, знаете, что значит для тех людей, кто еще не определился, ехать там, покупать, не покупать, бронировать или нет, что довольно-таки приличная часть гостевого фонда будет занята как раз-таки ребятами под реабилитацию, потому что они забивают там не на один день, там не на два, а бронируют на продолжительный срок эти гостевые мощности, чтобы в дальнейшем использовать их, потому что в госпиталях не хватает места, а там ребятам как бы уже все нужные лечения сделаны. И здесь они уже проходят реабилитацию, восстановление, ждут, когда будут изготовлены все протезы, там и все остальное. Вот туда прямо пройдете и налево находите все. Вот вдоль этих гостей сидят до конца и налево. И там будет магнит. Так что, ребятки, информация именно такая. Те, кто не забронирует, заранее могут просто, наверное, не успеть. Ну, все равно места есть, приезжайте, будем вам рады. Артурчик? Обнял всех. А, да все. Артурчик немножко стесняется, но разговор вообще был такой, что к нему вагнера подошли, ребята, которые здесь находятся как раз-таки на реабилитации, и говорят, слушай, вот нас там наши братья спрашивают, говорят, а почему вот твой блогер анапский тебя возит жарить шашлык то на Днепр, то к девчонкам. А что к вагнерам, говорит, не заедет Артура? Да нет вообще, без вопросов. В общем, возможно, где-нибудь подмахнут. Не удивляйтесь вы, пожарив шашлычки. Мы недавно с вами ездили туда-далее, на пляж Тартура, а сегодня свернем налево и посмотрим какой-нибудь из пляжей. Хотя я даже знаю, на какой мы съездим, где более отыскать первое. Первая линия, там есть проход между дюнами, чтобы много не гулять под дождем. Ну, что поговорить у нас и так есть, о чем. Ну и море хочется увидеть, хоть в Телеграме уже сегодня с нескольких мест в Анапе я выкладывал морюшко. Ну и здесь покажем вам его, как оно выглядит. С левой стороны у нас Волк, видите, с правой стороны ВФВ, которая признана лучшей гостиницей спортивного ассортимента в Российской Федерации. Это довольно-таки круто. Вот у нас находится Белослава. Туда по прямой проход от Локвитязя. Один из любимейших витязельскими жителями пляж. Сейчас поворачиваем направо. Здесь у нас находится несколько отелей. Тут тоже бывает подтапливает, но сегодня не так уж и много водички. Вот он, пансионат Глобус. И за ним сразу мы будем поворачивать, посмотрим, что там происходит. У нас там указано несколько гостиниц на вывеске. Здесь у нас идет сейчас большое строительство новых отелей. Давно эти плавни стояли, их никто не застраивал. Там было очень много всяких разных змей, комаров. Отсюда разводилось. И вот, пожалуйста, пришло строительство. Главное, чтобы оно тоже не привело к уничтожению наших дюн. Паспорт объекта, на котором написано, что здесь строительство гостиничного комплекса. Клевер, что ли, будет на улице Скифской, 30. Ну, комплекс такой прям грандиозный. Вроде бы по виду на нем дюны не должны быть разрушены. Но мы сейчас точно посмотрим со стороны дюн. На самом деле, очень тяжело воевать за дюны, когда у нас количество переехавших в город просто колоссальное. И многие даже не понимают, почему я за них так сильно переживаю. И прям трясусь, чтобы дюны наши оставляли в покое. И как можно меньше уродовали береговую линию. Стараешься, объясняешь. Но с каждым днем все тяжелее и тяжелее это донести до всех людей. Вот здесь, видите, вот эти потоки воды показывают, насколько сильно у нас углубляются. И насколько близко здесь грунтовая вода. Вроде бы не сильно большой котлован выкопан. Но вода там уже стоит, а им надо сухая поверхность. И будут вот сюда заливать. Здесь у нас большое количество отелей. Мы один из них, вот тот отель, видите, беленький, делали обзорчик в прошлом году в конце сезона. В этом году, если нас позовут, обязательно еще в начале подснимем. Посмотрим, что сделано из обещанного имя. Ну, отсюда мы можем прогуляться на пляж. Адрес вы запомнили. Так что проблем с тем, чтобы сюда приехать на своем личном авто у вас не возникнет. Этот межсезонье. А летом там стоял швакбаум. И сюда людей уже не пускали. Типа говорят, вот сюда выезжайте. А сейчас здесь уже все за заборами. И все застраивается. К большому сожалению. Здесь Carudo Family находится. Очень хорошие отзывы. Им я благодарен за то, что они не сносили дюны, а досточками через дюны аккуратненько прокладывали дорожку. И все люди были довольны, преодолевая эти великолепные наши мугарки. Здесь у нас еще не сильно вырубили зелень. Вот за основанием этой парковки, которая была, видите, здесь расчищена, так сказать, все. И мы видим также следы автотранспорта, который откуда-то здесь заезжает. У нас очень большая проблема, что администрация города первая не следит за выездом транспорта на пляже. За что ее должна штрафовать прокуратура, которая не хочет особо заморачиваться. И всегда приходится выходить на какие-то конфликтные ситуации, чтобы этому содействовать, так сказать. Конфликтные ситуации это в плане того, чтобы люди начинали возмущаться, почему такое происходит. И тогда прокуратура начинает нажимать на администрацию. Хотя в обязанности ее входит недопущение транспортных средств на пляжные территории. А если допускают, то значит их штрафуют. То есть в первую очередь должны даже не водители, которые едут по пляжу, а именно администрацию города штрафовать. Здесь вы видите, что дюны и проход, который здесь был, засыпало песочком. Но не так, чтобы восстановить полностью дюну. Немножечко получше стало. Здесь же тоже был снос. Прокапывали между дюной огромное количество деревьев. Лоха серебристого погибла и продолжают погибать эти деревья. Из-за того, что теряет корневую систему, высыхает, падает, ломается, а потом песок улетает туда дальше. Нигде не задерживаясь, попадая в пансионаты, там его собирают, образно говоря, в мусорку и выкидывают. Потому что он никому на территории не нужен. Так постепенно-постепенно исчезают наши и дюны, и пляжи. Просто для того, чтобы, как сказать, кому-то облегчить проходы к морю и сделать возможными выезды транспорта на пляж. Так и живем, ребята. Какой-то, да, вот сюрреализм Юра рассказывает. Но по факту это очень убитно. Какое сегодня море красивого цвета. Несмотря на то, что идет дождик, на то, что еще не так и много у нас зелени, только-только начинают наши дюны выпускать первые листочки. А сегодня у нас было тепло до плюс 13. Сейчас температура уже упала до плюс 7. Интересно, конечно, какая температура водички. Ну, а завтра будет самый, наверное, холодный день. До плюс 8 всего лишь обещают. Ну, а потом будет уже максимальное потепление. Чтобы вы не думали, что я вру про зелень. Видите, вот эти безжизненные кусты постепенно оживают. И я каждый год с удороганием сердца наблюдаю с этой красотой. А какие-то мотоциклисты используют их для того, чтобы просто, кажется, проехать и не провалиться в песок. Вы не думали, что я врум какой-то. Вот смотрите, это колоски. Их раньше очень много было у нас на дюнах. Они в том числе держат грунт. Вот он проезжал. Видите, здесь места много. Решил прям по колоскам проехать. Вот они, переломанные листики, надорванные корни и все остальное. Мотоциклисты, на то, что я говорю, о том, что дюны надо беречь. И как можно меньше допускать транспорта. На них говорят, надо запретить тогда людям ходить по ним, чтобы они тоже не уезжали. Но по сути своей, да. В Калининграде у нас именно так и спасают их пересепь. Чтобы дюны жили. Потому что желания людей не всегда совпадают с возможностью природы использовать эти самые желания. Для меня лично природа на первом месте. Без нее у нас не будет вот этих вот пляжей. Еще раз говорю. Тут осталось, ну, сколько, метров, наверное, 50 этого пляжа. А в детстве их было 250. Идешь. Кто из витязевских может будет смотреть, помнит. Здесь еще на берегу, вот где-то в этом районе, напротив маяка, как раз стояло здание кирпичное на берегу. Потом их его подбыло, смыло. И от него сейчас даже следа не осталось. Кирпичное здание ставить на берегу. А берега уже практически нету, друзья. Да, шторм никого не пожалел. Можете увидеть, что очень много мусора повыбрасывало. Причем разнообразного. И палки, и пластики. Огромное количество бутылок. Банки стеклянные. Чего здесь только нету. К большому сожалению. Особенно вот этот турецкий мусор. Меня всегда добивает. Можете посмотреть. Надписи именно на турецком. Здесь всегда указаны. Даже можно не проверять. Вот еще одна точно такая. Тут турецкий мусор. Именно он и есть. Так всегда и происходит. Море возвращается. То, что люди бросают в него. И оно почистилось. Посмотрите, какое чистое, прекрасное и классное. Сейчас наше Черноморское побережье. Вот всегда убегает от воды. А вам не видно это. Сейчас вот таким углом камеры можно разглядеть. Как раз таки этот момент, который происходит на море. Прохладно. Довольно-таки здесь на береговой линии. Температура воздуха опустилась. Наверное, все-таки нам подошла холодная вода к берегу. 9,1 показывает градусник. В машине было плюс 7. Давайте морюшко почувствую. Да. Прям морозит от него где-то градусов 9. Видите, сейчас температура воды и все. Придется, говорится, начинать заново опять разогреваться море. По полной программе. Чтобы нас потом радовать. Целую спасательную вышку выкинуло из морюшка. Вот такие вот ящики приплывают к нам. Что тут только нету. Как говорится, друзья. И вот так вот весь берег. Бедный наш моб. Мне прям реально жалко ребят. Потому что они столько уборки делали-делали. Опять я шторм выкинул. И очень много мусора придется теперь убрать. Чтобы берега были снова привлекательными, чистыми и классными. Ну, надеемся, они справятся. Все будет хорошо. Понятно, что работа непростая, тяжелая. Администрация обязательно выпишет премии. Мы поддержим администрацию в этом. Да, ребятки? Так, интересно. Вот это что у нас такое? Причем как будто полный даже. Росфикс. Грязь какая-то как жирная что ли. Всегда интересует, чтобы не было нефти. Но вроде бы какого-то мазутного запаха. Или блямбочек нефтяных не вижу. Здесь все произошло. Нас порадовал Росстандарт, точнее наших туристов. Что с 30 июня во всех отелях All-Inclusive можно будет круглые сутки упиваться алкоголем. Наши отдыхающие в комментариях приобщаствуют. Некоторые только жалуются на то, что бросили пить. Хотели отказаться от алкоголя. И уже купили All-Inclusive у нас в Анапе билеты. И говорят, а что теперь делать, как быть? Это же всю ночь, круглые сутки можно просто приехать. И главное номер, бар и все. Больше еще не надо. Я встречал таких людей, которые приезжали в Анапу. И при этом даже не бывали на море. Ну дай бог, чтобы все это хорошо прошло. И не отразилось на качестве отдыха нашего туриста. Морюшко все пытается на меня нападать. Надо потихонечку возвращаться обратно. Как собирают у нас в одной из газет города-курорт Анапа, за первые два месяца пострадало от укусов собак 138 человек. Это на 16% больше к аналогичному периоду прошлого года. Кто-то скажет, а ну вы надумали и так далее. Вот Машу прям позавчера тоже укусил щенок. Ну как щенок, небольшие собачки. Вроде бы молодые. Их там три сидел. И поверьте, Маша на них не махала там рукой. В комментариях писали, что люди зачастую сами провоцируют собак. Но не задумываясь о том, что не всегда это именно так, как вы пишете. Бывает и просто собаки, как говорится, ведут себя агрессивно. Особенно весной, когда там у них гульки. Что-то надо делать с этим. За то, чтобы допустим вели какие-то ответственности. Взял ты собаку, завел там чипирование. Чтобы если вдруг ты ее выкинул, всегда можно было определить, кто так поступил. Хозяина оштрафовать как минимум на пожизненное содержание этой собаки в каких-нибудь где-нибудь в вольерах. И каждый человек, когда задумывался о том, что он хочет завести себе животное, в первую очередь думал о последствиях, а не то, что он попользовался. Не нравится, а пинком под зад, живи как хочешь. Хотелось бы вам еще одну новость прочитать, чтобы не быть голословным. Администрация города-курорта Анапы расторгивает муниципальный контракт с исполнителем услуг по проведению мероприятий по предупреждению возникновения заболеваний лихорадки ЗИКа, западного Нила, малярии и других паразитных болезней на территории Анапы в 2023 году. Контракт был расторгнут 7 марта 2023 года по соглашению со сторон. Подрядчик не провел ни одного тура обработок. Деньги остались в бюджете города. Вот такие вот дела, ребятки. Но в чем фишка? Многие жалуют в прошлом году на обилие разнообразных мошкары, которые летали, даже это были не комары, а это мошка, похожая на комара, но без носика для укуса. И они всем прям поднадоели. У нас прям целое засилие было. При этом все угорали на теме того, что у нас Анапа с Калининградом заключила контракт на потравку комаров в Анапе. То есть было непонятно сразу, что они не приедут, травить не будут. Вроде бы контракт был, а здесь, получается, его расторгли, и все остались при своем. Те не заработали денег, а город денег не потратил. Они правда вот считают, что... Ладно, не буду говорить ничего больше, а то меня посадят. Я так до лета не доживу. Найдут за что. Просто подумайте, прикол. То есть вроде бы контракт был, но вот они такие нехорошие его не исполнили. И по соглашению сторон деньги остались в бюджете города. А комаров никто не травил. И все у нас сходили и плевались на это. И еще люди жаловались на большое количество пауков в прошлом году. Ладно, друзья мои, такие вот веселые новости принесло нам воскресенье в городе Курахтианапа. Все хотим мира, все хотим любви, счастья, чтобы все было красиво. Ну и доставтра. Не прощаемся. И еще раз говорю, проверяйте, подписаны ли вы на то место, в котором смотрите данный видеосюжет. Если нет, сделайте доброе дело. Потому что сейчас каждый день читаю комментарии, что ура, мы вас нашли, ура, мы вас нашли. И Ютуб просто из-за того, что на канале мало подписчиков, не выдает много рекомендаций. Поэтому на канале малого просмотров и просто люди, те, кто игнорировали мои слова о бане канала, не подписывались на Телеграм, ВКонтакте или другие соцсети, так и потеряли нас. И у нас сейчас те же самые ВКонтакте, просмотры гораздо больше, чем которые набираем мы в Ютубе. Всех обнял и море для вас. С вами был Юрий Озаровский. Друзья, не забывайте, что привет вам, Черноморский. С вами был Юрий Озаровский. С вами был Юрий Озаровский.